Иванчик, я тут на свидание собрался, цветочек у меня вот есть. Карина, очарование меня ты покорила, ты возбуждающие слова мне говорила. Карина! Карина, ты прелесть, ты неповторима. Это очень, короче, странно все, и я не знаю, как это комментировать. Субтитры сделал DimaTorzok О, приветик. Привет. Сегодня так классно выглядишь. Спасибо. А ты не хочешь, может, выйти сегодня куда-то прогуляться вечером? На набережную? Я думаю, можно куда-нибудь в ресторанчик, потом сходить. Ну, не знаю, может, там планы какие-то появятся, мне там ролик надо монтировать сегодня. Да, ну хорошо, ты смотри там по своему состоянию, но если что, я тебя жду за ночь. Было очень приятно. Аннет? О, а ты Ани не видел случайно? Нет, Анечку я не видел, с самого утра ее ищу. Блин, ее совет срочно нужен. Ну, прикольно, что тебе совет нужен. Странно, что тебе от Ани нужен какой-то совет. Сам еще Аню, не могу нигде ее найти, весь дом уже обыскал. Она мне избегает, должна денег, я пришел к ней собрать, уже сижу в комнате, потому что она наверняка сюда зайдет. А ты что к ней пришел? Да, блин, ее совет нужен, она же подружка Карины. Ой, какой от Ани совет? Нет, что за совет? А на максимум, что можно сказать, Коля, ты меня достав! Я что, Коля? Вот именно. Блин, просто она подружка близкая Карины, и она, мне кажется, лучше всех знает ее. А что с Кариной? Что ты от Карины хочешь? Вокал? Я утром пришел на кухню, ну, все как обычно, короче, было. И тут она такая, типа, давай на свидание, сходим, грестик. Вот, и я думал, Ани спросит совет, может, как-то подготовиться получше, типа. Карина тебе предложила пойти на свидание в ресторан. Да. Она сама тебе ответила? Да. Прихожу на кухню, она у меня такая, красиво выглядишь, давай на свидание. Я вообще не понял, что произошло, типа, реально. Ну, тебе нужно еще со стилем что-то поработать, если ты идешь на свидание красиво, то ты красиво выглядишь, но немножко не для свидания, I'm so sorry. Что за тот All Black? Мне еще и денег надо на ресторан найти. Не знаю. Я могу, в принципе, тебе помочь. А ты разбираешься в свиданиях? Мне 40-50 тысяч лет. Я разбираюсь во всех свиданиях, которые только могут быть. Не, ну, если ты разбираешься, то я буду только за. Короче, ну, первое, конечно, что-то это должно быть, твое эффектное появление к ней. Она, у нас девочка такая, что любит эффектных. Непростая? Да, желательно открыть двери с ноги. Типа, заходишь, типа, с ноги привет, типа, ты меня ждала, да. Это не жестко? В смысле жестко. Ну, если не жестко... Это же, да, не должна быть какая-то романтика. Хорошо, предлагаю тогда пойти на балкон, взять гитару и пытаться ей что-то спеть с балкона. Кстати, как вариант. Как вариант. Пойти на балкон, спеть с песней под гитару. И ты же не придешь просто так. Надо же... Какая она гитаре играть не умеет? Да посрать, ты думаешь, что она сама в музыке шарит? Ну да, главное нормально. Она сама не шарит музыку. Вот эта тюн и ее, вот эта, что она... Согласен. Это такая фишка. Нужно еще, знаешь, что придумать? Надо какой-то... Какой-то, что-то цветок придумать. Ну... У тебя деньги есть вообще на цветы? Нет. Блин, я думаю, этот вариант нормальный. Ну, это ж горшок. Шок-горшок, это орхидея. Ты знаешь, сколько она стоит? Она тупо оценит. Я уверен, что она оценит это. Ну, ладно. Шо, ладно. О, и еще помимо этого, помимо того, что у нас есть цветок, это ты потом подаришь после того, как будешь на балконе. Это же романтика. Это романтика. Споешь песню, и было бы неплохо написать стих. Давай напишем какой-то прикольный для нее стих. Думаешь, это в 21-м году нормально? Стихи в любое время это нормально. Есенин, Пушкин, всем своим возлюбленным поспешал стихи. Жили фиг знает когда. Вот и Карина фиг знает когда живет. Мы там знаем, что у нее на уме. Хорошо. Так, давай сейчас... Доверюсь опытному мастеру. Как тебе такие строки? Карина, ты красотка. Нет, надо типа что-то более, типа знаешь, 17 века что-то. Я люблю такое, типа, Карина, очарование мое, типа такого, да? Неплохо. Карина, очарование, меня ты покорила. Ты возбуждающие слова мне говорила? Да я Пушкин, получается. Хорошо, давай дальше. Меня ты все эти страсти заманила. Она же тебе предложила, она же тебе предложила, типа, она же сама это сделала. Слушай, а может я и рэп зачитаю вместо стиха? Она оценит, она же рэперша. Мы можем типа это сделать. Если ей не понравится само исполнение, мы типа рэпчик забабах. Да, да, супер. Окей, типа, и будет современно, типа, у меня ты в страсть. Такое современное свидание будет. Заманила. Карина, ты прелесть, ты неповторима. Супер. Отлично. Так. Что насчет она тебе говорила? Что я красиво выгляжу? Ладно, про тебя меньше надо писать. А если мы напишем, Карина, как мило часто ты мне говорила. Она же тебе что-то сегодня мило говорила. Да. Как часто мило ты мне говорила, что-то тебе такого. И у нас же стили рэпа, типа, добавить современности. Можно, да, реально. Кариночка, малышка, я балдею. Это прям рэп. От взгляда твоего не имею. Супер. Супер. Я думаю, она оценит. От поцелуя млею и не верю. А чему не верю? Давай ставим эти сроки. Поцелуя млею и не верю. Своему счастью, что откроют двери. Как тебе? Офигенно. Как раз то появление, когда ты спел, заходишь к ней в двери. Как ты сказал? Своему счастью, что откроют двери. Откроют двери. Молодой Пушкин, я считаю. Так, я тебе сразу туда скину, а ты, чтобы повторил, выучим. Супер. Главное с ней обходиться в ее стиле, знаешь, типа. Гитара, если не будет гитарей, что-то там за бодяжем. Возьмем фортепиано, что-то с ней сделаем. Аню то слушает, а то не слушает. Это не будет кринжова? В смысле, это будет кринжова. Ну, стих, цветом. У нас рэп, чувак. Все. У нас рэп, чувак. Согласен. Аня, чтоб тебе посоветовал. Ты пришел к Ане просить совета, Аня, чтоб тебе посоветовал. У нас с Колей никак отношения не могла построить. Коля от нее сбежал. Ты хочешь, чтоб Карина еще сбежала, на? Ну, ладно. Все, тебе советую со стилем что-то сделать, чтоб типа... Я на Леону схожу. Да, сходи к Леону, чтоб он тебе подсказал что-то. Цветок не забудь. На, цветок. Он тебе пригодится. Все, супер. Спасибо, Максик. Давай. Давай. Ой, Карина, конечно, клоун. Было очень смешным то, что пришел Миша искать Аню в помощи для свидания для Карины. Но, зная Аня, Аня особо ничего не посоветовал. Если бы посоветовал, это было слишком скучно. Поэтому я решил их свидания разнообразить и добавить немножко кринжа. Пусть Миша думает, что это все классно и офигенно. Посмотрим, какое свидание в итоге будет. Как он будет мучиться у балкона с гитаркой. Я однажды уже, Карин, что-то там с гитарой пел, помню по приколу. Пусть тоже это сделает. Цветов, так как у него денег нет и мне плюс. Чтобы добавить кринжовости и к свиданию, мы нашли орхидею, которую списнули у Ани. Надеюсь, Аня не обидится. А если обидится, она мне должна денег. Поэтому купит новую. Иванчик, я тут на свидание собрался. Цветочек у меня вот есть. А? Что? Что это за кринжатина? Что кринжатина? Нормальный цветок. Он дороже, наверное, намного стоит, чем цветы вот эти покупные в магазине. Зачем тебе цветок? Блин, ну вообще, а как я без цветка пойду на свидание? Я без кем на свидание. Я без кем на свидание собрался. Да, с Кариной. Так что ты цветок собрался этот дарить? Ну да, Макс сказал нормальная тема. Мы еще, кстати, стих написали. Хочешь послушать? Офигенный стих, чувак. Я себя почувствовал просто молодым Пушкиным. Еще раз, секундочку. Секундочку. Слушай. Макс сказал, это не важно. Главное, чтобы от души типа было. Ага. Что тебе надо? Чтобы ты меня как-то приодел, чтобы, знаешь, я стал тут булгоном не как обычно, а как-то вот, чтобы, ну, не знаю. Необычно. Да. Давай, необычно оденем. Оденешь? Да. Давай. Сейчас я тебя одену. О. Нормально думаешь? Отлично будет. Вот эту тему накидывай. Думаешь? Оно классно будет. Под эти штаны оно хорошо... Ой. Дебил. Это сам такой, блин. Дорочок. Из-за своего свидания это очень растерянный. Ну, чуть-чуть есть такой. О. И у меня вот эта штука для свиданий. Под спортивную эту? Я в этом луке покорил Лизу Найс. Да? Реально? Одевай. Давай. О. И что, ты считаешь, я нормально выгляжу так? Ты что, это сейчас офигенно. Ну, спортивная футболка и пиджачок. Это стрит-вир, чувак. Ты уверен? Да. Ладно. Можешь маску надеть? Да не, она тоже полная. Это какая-то ковбой будет. Чувак, ты в корше сейчас популярный ковбой? В смысле? Ну, Карина любит Леона Сэйкс. Вот это вот. Да? Дэк Май Хорс, да. Если ты хочешь ее покорить с гитарой, это будет бомба, чувак. Чувак, это выглядит странно. Да не странно, ты просто не одеваешься так никогда. Типа так? Да. Посмотри в зеркало, офигенно. Не знаю, реально как вел нас какой-то. Ну так. Ну ладно. Буду тебе доверять. Круто. Смотри, под цветок офигенно под цвету подходит. Да, еще гитара в руках. Нормально, точно? Да, 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 супер. Ну я тогда пошел, спасибо тебе, Леончик. Леон. Пожелаю удачи потом, что-то как. Я очень люблю Мишу, но я не знаю, что на него нашло. Типа и... Я не знаю, как это комментировать, потому что Тип заходит на уверенном. Со стихом, с пакетом, на выборы. На самом деле это очень смешно, потому что он посоветовался с Максимом, и Максим ему предложил прочитать стих и сыграть на гитаре. И если ты не умеешь играть на гитаре, играй души. Вот, поэтому я решил поддержать челлендж Макса. Вот, и приодеть Мишку так, как надо. Так, как по красоте. Это ужасно. Карина! Карина Мьюзи! Карина! 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 О! Так. У меня тут для тебя песенка есть. Я петь, правда, не совсем умею, но... Миша, что за бред? Карина, стой! Так я знал, что с гитарой не сработает. Карина! Ну что происходит вообще? Короче, это тебе. Зачем мне орхидея Анина? Миша! Это... Миша любых роз. У меня для тебя есть стих. Ты готова послушать? Это... Зачем? Надо. Просто послушай. Писалось от души. Карина, ты прелесть! Ты неповторима! Как мило часто ты мне говорила. Кариночка, малышка, я балдею, от твоего взгляда я немею, от поцелуя млею и не верю, своему счастью, что открыла двери. Карина, милая, увидимся мы скоро, и поломаются расставания заборы, зеленым загорятся светофоры, и небо сотворит любви узоры. Миша, что это? Тебе понравилось? Да, понравилось, но что это? Если не понравилось, могу рэп тебе зачитать. Зачем? Йоу, Карина, отшарование меня ты покорила. Зачем? Покорила. Ну, типа, прикольно, но Миша, зачем? Так в смысле зачем? Ты же меня на свидание позвала. Какое свидание? Ну, как какое? Утром я пришел на кухню, ты мне давай в рейсик сходим. В смысле? Я с другом про встречу говорила. Ты сказала, привет, красиво выглядишь. Ты не мне говорила? Миша! Я общалась с другом по видеосвязи. Реально? Я в наушниках была, ну да, реально. Я думал, это какое-то, типа, ну, думал подыграть, ладно, свидание, так свидание, ну, типа, вот стих подготовил, там, меня Леон одел красиво на свидание, вот, на гитаре решил сыграть. Это было мило. Спасибо. Мне понравилось. Я тогда, наверное, пойду. Сори, Миш. Все хорошо. Все хорошо, честно, все хорошо. Давай, удачи там. Мне почему-то даже как-то стыдно. Я вроде ничего не сделала, но Миша меня неправильно понял, и он вот устроил все это представление для меня. Мне было приятно, честно, мне было очень приятно, стихи очень мило, песня, все топчик, но это было странно. Я думала, я даже не думала просто, что Миша мог так расценить. Это очень, короче, странно все, и мне теперь немного неудобно перед ним.